так я алексей мельницкий сегодня мы рассказываем о типах клинковых спусков сведения клинка и строй клинка сечение клинка и о том как править линзу значит в настоящее время желающий купить нож приходя в магазин сталкивается как правило с тремя или с двумя даже типами ножевых спусков самый распространенный пожалуй сейчас больше 90 процентов это радиальные спуски значит они характеризуются вогнутой формой вот и режущие кромку образована подводом то есть здесь еще одна грань значит больше 90 процентов пожалуй до ножей на рынке шлифуются именно таким образом то есть это делается на кругах шлифовальных большого диаметра вот это дешевый освоенный способ шлифовки вот и клинок с такой шлифовкой он имеет довольно значительную прочность на поперечный излом мы по резчим качеством он скажем так не самый лучший сейчас с распространением гриндеров для шлифовки клинков сейчас очень много мастеров освоили гриндеры лет 15 назад мало кто ими пользовался в основном вот кругами стала распространяться строй клинка стал распространяться клин от обуха но с подводом клин от обуха но с подводом вот показываю то есть идет ровненько ровненько а здесь подводе вот режет он лучше значительно чем с радиальными спусками прочность на излом не очень высокая крайне редко встречаются мы практически никогда то есть вот такой нож вы можете купить только сделать только под заказ это клин сведен в ноль у нее он без подвода вот покажите пожалуйста без подвода то есть вот грань режущая кромка и две грани на обухе значит почему он не распространен по порезу этот способ сведения не имеет себе равных то есть он режет просто выдающийся рез ну и очень легко испортить вот и прочность на излом тоже у него невысока ну вот это способ сведения он распространен на кухонных ножах кухонный нож как известно он режет просто вертикально там не надо ничего пилить хороший кухонный нож вот и есть еще один способ шлифовки клинков это тонко сведенная линза это встречается довольно редко ну вот я в частности мы шлифую шлифовка не завидная меня из таких известных производителей вензу делает фолкни и там очень толстая линза поскольку нож армейский там самое главное чтоб солдат может не сломал как он будет резать это уже дело 2 значит тонко сведенная линза вот пожалуйста покажите но нож капли вот вторая капля сейчас проверяем как он наточен не затупим его и еще раз наточим берем бумажку привору ну вот он удовлетворительно режет видно что он цепляет зубчиком вот сейчас мы его затупим так значит вот такие спуски тонко сведенная линза правится как кухонный нож то есть нужно мусатик ну это кухонный большой мусат вот такой собой носить не будете но дома на нем править вполне можно это прекрасный прекрасный мусат вот мы его показали сейчас мы можем отложить вот так же есть вот алмазная точилка называется принцип тот же тут с алмазное напыление державка такая ручка в кармане можно носить этот приборчик вот и а сам я пользуюсь и много лет уже и рекомендую всем это вот такой карманный мусатик ну можно сказать что-то викторинокс нас за рекламу не на не наругают так сейчас я встаю и показываю как это правится и так значит вот мы собрали этот мусатик их есть несколько вариантов это с рукояткой есть просто белый круглый мусатик но он пальцами надо его держать не совсем удобно вот ну и так вот у нас викторинок значит в полевых условиях на весу это делать ни в коем случае нельзя значит вы опираете его на что-либо вот таким образом чтобы у вас нож уходил не упирался не в стол уходил куда-то сторону вот предположим это пенек лесу вы берете нож кладете его под очень острым углом пяточкой на начало мусатика и ведете с небольшим нажимом так чтобы у вас мусатик скользил от пяточки до острия в одну сторону во вторую сторону это можно делать очень быстро просто попробуйте медленно а потом вас пойдет тратится буквально 10 секунд проверяем так как проружье то есть можно проверяем на бумажке это можно даже видеть порежущей кромки как у вас нож подведен или на ногти ну у нас есть бумажка вот он пошел то есть сейчас мы наточили его на зуб у нас карбиды вылезли вот для разделки вот такой нож вполне годится в случае если вы хотите построгать что-либо или упаси бог побрить ноги то мы доводим этот нож на пасти это специальная кожаная штучка такая наклеенная кожа на деревяшку здесь любой опасно нанесена мы несколько раз сводим заусенцы еще потратили 10 секунд опять проверяем ну вообще прекрасный рез я сейчас повторю этот весь процесс то есть мы опять его тупим вот предположим вы два ведра окуней почистили у вас нож сел любой нож хоть булат хоть хазбулат повторяем да кстати вот еще такой момент значит забивается сталь в керамику это керамика довольно грубая то есть желательно ферри губкой это все помыть или резинкой или хотя бы влажным пальцем то есть иначе он просто не работает повторяем 1 2 3 4 в другую сторону 1 2 3 4 1 2 1 2 проверяем значит если нет такого керамического мусатика что можно сделать так с этим мы разобрались мы и откладываем нужна шкурочка это тысячная но годится полутора тысячная двухтысячная вот отрезаем кусок от шкурочки не отрезаем отрезаем дальше нам нужно что-либо полукруглое вот я нашел топорище топора годится не знаю палочка от швабры или как называется древко от шва вот сейчас нам нужно как-то закрепить вот можно закрепить скотчем односторонним но я вот придумал резинкой закрепить сейчас распутаем тормозни так вот фиксируем ее эту шкурку на деревяшке резиночкой ты буквально придумал полчаса назад такой способ крепления но вы придумаете чем другое так вот у нас курочка то есть давайте опять все затупим по новой все по-серьезному так кладем и под очень острым углом в одну сторону во вторую если порвете ничего страшного шкурку имею ввиду видите прямо на шкурке видно как не то у вас остается как она работает отложили проверяем что требовалось доказать сейчас спрыскиваем протираем все нож готов к потреблению так теперь по поводу стали которую я использую сталь d2 или х12 мф мне на 90 процентов моих ножей к лица я пишу всегда 59 единиц вот это нижний предел на который к лица значит тонкие ножи могут быть закалены выше 59 единиц иногда даже доходит до 61 но никогда выше поскольку это не нужно никому там уже эти руку л они режут сами по себе вы будете просто испытывать трудности заточкой ножа справкой что еще все спасибо